Светлые гости на Светлом Радио Сегодня в рамках общего проекта «Светлые гости на Светлом Радио» мы приветствуем представителей грузинского баптистского братства. Это Ливан Ахал Мусулишвили и Вепхия Цимакуридзе. Я хотел вас, конечно, расспросить. Я думаю, нашим слушателям будет очень много интересного. Интересно услышать о христианах, о братьях и сестрах в Грузии, о той обстановке, которая там сейчас, как церковь себя чувствует, что происходит. Наверное, у вас какие-то дела в Украине? Если это не военная тайна, может быть, вы расскажете хотя бы в нескольких словах, почему вы здесь. Ну, во-первых, еще раз хочу приветствовать украинским слушателям, наших, ваших слушателей, которые вас слушают, которые вас любят, я так надеюсь, потому что такое название «Иммануил». Мы здесь находимся по приглашению. Здесь проходила конференция с названием «Итоги прошедших 20 лет и взгляд в будущее». Эта конференция проходила Евроазиатского союза баптистов. Мы присутствовали на этой конференции, так что мы присутствовали не так гости, и как гости, и как член этой организации. Мы рады, что увидели наших братьев и сестер, пообщались с ними, потому что это иногда, к сожалению, не так часто происходят эти встречи, но все-таки эти встречи нам всем нужны. Благодарим Господа за эту возможность. Я думаю, это дает возможность просто увидеть многих братьев и сестер, как вот апостолы пишут, что те же трудности, которые с вами, они и с другими. Просто когда ты их не видишь, тебе кажется, что тебе одному так вот это переживаешь. «Да, и приятно то, что мы рассказываем, что там у нас происходит, другие рассказывают, что у них происходит. И мы смотрим, что Дух Святой работает на этой земле, прямо так и на земле, потому что мы были с разных стран. Там было 12 стран, это члены этого союза, и там были еще гости с Америки, гости Европейского, Баптистского союза. И многие люди, которые присутствовали там, члены церкви, многие братья, сестры, обрадовались друг к другу». Ливан, скажите, а можно назвать эти встречи обменом опытом? Возможен ли обмен опытом между людьми из разных стран, может быть, разной культуры и политика в странах разная? «Мы не так часто видим друг друга. К сожалению, не удается в год хотя бы два-три раза. Максимум один или один раз в год или в два. Мы увидимся друг с другом или на конференции, или на семинар. И каждый из нас заинтересован, что происходит на Украине. Украинцы и россияне заинтересованы, какие события происходят в Грузии. Ну, не только в церквях, но и по всей стране вообще. Какая ситуация, как живут грузинские народы. И они нам дали 15 минут выступить. Мы сделали короткой информацией, что действительно происходит в Грузии. И я увидел и заметил, с каким интересом они слушали. И после выступления многие подходили и дополнительно спрашивали о Грузии. Я думаю, что слушателям Светлого Радио тоже было бы интересно услышать из ваших уст, из уст очевидцев, людей, которые в эпицентре всех событий. И сами представители грузинского народа, о том, что там происходит. Вас услышат не только, конечно, представители баптистского братства, а представители всех конфессий, толков христианских, которые нас слушают сейчас. И будут видеть по телеканалу СНЛ. Во всех странах происходит что-то. Тем более, когда 2-3 года не видишь, хотя бы, скажем, Украину. И потом приезжаешь и смотришь что-то новое. Так же и происходит у Грузии. В Грузии было очень тяжелое время. Вы все знаете, 3 года назад она была вовлечена в конфликт с Россией. Моя цель не в том, чтобы повторить, какая причина была этой войны, но факт то, что после каждой войны страдает народ. И в том числе, особенно страдают верующие, христианы. Христианам приходится быть очень трудно в этой войне, когда неверующие или даже политики обвиняют друг друга, что не я, а он виноват, россияне. А что нам делать верующим? Потому что верующим, образ врага не существует для верующих. Также россияне и также украинцы, абхазцы, осетины для нас это братья и сестры. И, к сожалению, у нас на территории Южной Осетии, где происходили последние события войны, там были 5 церквей с братьями и сестрами, которыми мы вместе переживали радость и горы, и все, часто посвящали. И после бомбежки эти были из этих церквей развалены, и наши братья и сестры убежали, кто куда мог. Поэтому для нас не все равно. Особенно приходится нам трудно после войны. Но что делать? Жизнь есть жизнь, жизнь продолжается. Я могу сказать, что в целом страна меняется, экономическая и политическая. Какой-то подъем есть экономический, но пока что до рядовых жителей пока это не доходит. Но тот, кто приезжает в Грузию и смотрит, какое строительство, какие изменения структур, какие изменения в самом государственных структурах, и в разное это, все удивляют себя, потому что города расцветают, города строят себя. Но сказать, что это влияет на жизнь рядовых жителей, пока что мы это не чувствуем. Хотя чуть-чуть прибавляйте зарплаты и пенсии. А с другой стороны, с политической точки зрения, страна стабилизируется. И старайтесь, чтобы после этого большого шока, в котором находились люди, выйти из себя в церковь, старайтесь сделать свою роль, определить свою роль в этой стране. Но, к сожалению, очень трудно в нашей стране, везде, в странах ЕСНГ, в большинстве странах, вы знаете, что это православные, как бы имеют особый статус, государственный статус. В Грузии то же самое, но в отличие от других стран, в Грузии существует воинствующая, агрессивная и православная. Это, к сожалению, мне приходится это констатировать. И очень трудно приходится к грузинским братьям, сестрам, по вере протестантам. Для наглядности я скажу, что мы не имеем права раздавать литературу или проповедовать свободно на улице или где-нибудь в помещении. Это называется так как прозелитизм. Но все-таки нам удается на уровне индивидуальности ознакомить людям, неверующим, и рассказать об Иисусе Христе. И все-таки церковь растет. Бог, мы видим, что даже в трудных обстоятельствах, даже в таких ситуациях, какая находится в Грузии, Бог не забывает наш народ. Светлые гости на Светлом радио. Скоро закончится сон, а ты так и не успел сказать нет. Скоро закроется дверь, а ты так и не сумел найти след. Жизнь — это просто игра. Ты верил этим словам так долго. Но вновь просыпаться и знать, что скоро погаснет экран так больно. Когда сжигают мосты, закрой глаза и плыви. Когда земля из-под ног, отдайся небу, лети. А там, где поставили крест, я посажу дерево и пожечу. Живи, не уходи, вернись, не умирай, молодым. Молодым. Все молчат, а ты, ты не молчи, кричи, ты сможешь. Пусть страшно и темно, помни, что жизнь всего дороже. Жизнь — это не игра, ты понял эти слова так просто. Пусть все молчат, а ты, кричи, стучи, пока не поздно. Когда сжигают мосты, закрой глаза и плыви. Когда земля из-под ног, отдайся небу, лети. Только живи. 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 Светлые гости на Светлом Радио Хотел вас расспросить о, ну, знаете, всё-таки третье тысячелетие. И сейчас очень много говорится об, ну, скажем, кто-то это называет экуменизмом, а кто-то говорит просто о библейским терминам, о единстве, об этой молитве Иисуса Христа, пусть они будут все едины. Хотел бы от вас услышать, как с этим обстоят дела в Грузии, и, по крайней мере, ну, скажем, представители разных протестантских динаминаций. И существуют ли какие-то встречи с целью, там, тоже делиться опытом, сотрудничать, какие-то общие проекты устраивать? Все христиане призваны к миру. Мы год назад, у нас было посвящено по этой теме специальная встреча, можно сказать, это как семинар был. И многие задавали вопрос тоже, ну, как мы должны относиться к другим конфессиям, к другим церквям. Там определилось три степени такой отношения к другим. Это мирное сосуществование к тем христианам, которые отдалены по вере и по вероучению нам. И второе есть дружба, дружеское отношение к церквям, которые, ну, также веруют в Христа и служат ему, ну, каким-то образом отличаются по служению или в некоторых вопросах. Те церкви или динаминации, которые одинаковые, в основном, такая же вероучение, как у нас, мы имеем единство. Светлые гости на Светлом радио. Наши гости из Грузии — это братья Ливан и Вепхия. Я бы хотел, если можно, чтобы вы рассказали о том, как вы пришли к вере. А может быть, вы выросли в семьях верующих, а может быть, у вас было такое, ну, как это говорится, Павел или Тимофей, да? Один вырос в семье верующих родителей, а другой пережил, в принципе, тоже был верующим, но пережил что-то очень колоссальное. У меня мать была верующая ортодоксальная. Она верила сама в Бога, и каждый, ну, как говорится, каждое воскресенье там сожигала свечки. Я не знал, что это такое, что значит. Но после того, как я это видел, наверное, у меня была вера. Я просто это не осознавал сам. Но когда мне что-то нужно было, я всегда Господу просил. И он всегда выполнял. Но в конце, вот, где-то в 91-м году у меня была там большая проблема. Я уезжал с Грузии и не хотел уже возвращаться в мою страну. Но так случилось, что у меня там погиб друг. Я высвободился, поехал, ну, освободился от работы. Я говорю, обратно приеду. Я в России тогда жил. Я уехал, ну, так и остался в Грузии. Никогда уже не возвращался на Россию. Ну, в течение двух-трех лет я встречался с диаконом по местной церкви, по аптитской церкви. Мы как бы обсуждали. Можно сказать, что я даже насмехался над этими людьми. Что вы, говорю, делаете, почему-то. Людей, говорю, голову морочите неправильно. Ну, а человек терпеливо терпел меня и разговаривал со мной. Говорил Слово Божие. Это было продолжалось около двух-трех лет. И потом в конце он сказал, что возьми, говорит, Новый Завет, прочти, и, говорит, и потом мы поговорим с тобой. Я так и сделал. Я купил этот Новый Завет и стал его читать. Стал читать. В течение трех дней я не отпускал эту книгу. Можно сказать, что читал днем и ночью. И вот тогда в эти дни я покаялся. Покаялся. Но уже решил, что пойду в церковь. Но когда я решил, что пойду в церковь, да у меня... Я думал, что мне нужно идти к ней в церковь. Но прямо куда, что мне приходило в голову идти, это была в аптитская церковь. Я думал, что пойду туда. Потому что раз я решил пойти, никакой ассоциации, никакой другой, что куда-то пойти, другого места, да, у меня не было. Только появилось сразу такое чувство, что я пойду в эту церковь. Ну, когда уже приблизился, скажем, воскресенье, да, я уже работал тогда там у нас. И я думал, ну, давай немножко, думаю, пойти мне или немножко подождать. Потому что если я туда пойду, то у меня не будет возможности что-то делать, там нельзя это делать, там нельзя это делать. Ограничит мою жизнь. Да, ограничит мою жизнь. Но я опять читал этот Новый Завет, и там написано, осторожно будь со днями. Я тогда подумал, если со мной что-то случится в эти дни, то тогда что? И я так, как говорится, повернул свою кепку и дал прямо в церковь. Светлые гости на светлом радио. Я служил в армии в Казахстане. Два года прослужил и не знал, что делать после армии. Я остался в Казахстане, и мне захотелось продолжить учебу. И поступил в медицинский институт. Я проучился три года, да, и жил греховной жизнью. Она мне надоела, и потом сказал, что хватит мне такая жизнь. И я женился на девушке, которую я любил в течение года. Хотя тогда считали, что жениться еще будучим студентом – это сумасшествие. Это была тяжелая жизнь. После свадьбы я вскоре обнаружил, что что-то меня не удовлетворяет. И постоянно стал задумываться, зачем я живу. Вообще какой смысл жизни. Хорошо, что я хотел в жизни, я добился. Ну, так, как женился на кого-то, любил, захотел учиться, поступил в медицинский институт. А что дальше? И вот эти мысли привели меня к глубокой депрессии. Так что я оставил институт и оставил свою жену. И уединился, и не знал, что делать. Часто я думал, что единственный выход – это покончить самоубийство. Я помню, последние три дня я замкнулся и не выходил на улицу в комнате. И думал, что же дальше делать. Не ел, не пил. Потом вдруг книжный шкаф. И наверху книжного шкафа лежало ста Новый Завет. Это Новый Завет когда-то подарил мой дедушка. И сказал, что когда-то у тебя будет трудное время, и ты возьмешь и прочтешь. И мне сразу вспомнилось. Я сказал, давай все равно нечего делать, и я возьму, прочту, что там написано. Я начал читать, я открыл книгу и начал читать. И я окунулся совершенно в другом мире. И я читал его, и читал до конца, до вечера. И мне не хотелось ни пить, ни кушать. И мне было почувствовать сердечные боли, когда с одной стороны я вспоминал свою жизнь греховную. Но с другой стороны, я когда подошел, это была кульминация, когда я читал Евангелие от Иоанна, где страдания Христа. И точно не помню, что со мной произошло. Я упал на колени, плакал, и что-то бормотал, говорил. До сих пор не помню, что это было, какие слова. Примерно минут 10-15 я плакал, говорил. Единственное, что я чувствовал, что не о своем спасении думал. Думал я о Христе, который страдал, который был на кресте. Я все себе задавал вопрос, почему? Почему тебе так жестоко обошлись с тобой? И я потом, кто-то подсказал, что это была тоже моя вина. Это было без посторонних помощь. И сколько был на колени, знаю, когда встал, я уже был другим человеком. И я не понял, что произошло. Я сам себе задавал вопрос, я говорю, что произошло? Я взял эту книгу и вернулся в институт, побежал к Жене и сказал, что ты знаешь, что-то со мной произошло, и не знаю, что. И я другой человек, и начал вместе того, чтобы слушать лекции, я все это время находился в институте, я читал Новый Завет. И те, всем-всем говорил, что посмотрите, вот Бог, который изменил мою жизнь, мои взгляды, мои вкусы. И одно время они посоветовали, чтобы проверить психиатру. А потом начали уже, когда они узнали в администрации института, уже начали притеснять с КГБ, с института. Это такая большая история. Примерно такая была. Может быть, когда-нибудь мы ее еще услышим. Ливан Вепхе, спасибо вам большое. Вы какой-то даже принесли такой свежий ветер оттуда, из Грузии. У меня к вам необычная просьба, может быть, вы даже откажете. Вы могли бы спеть хотя бы один куплет какого-то псалма, который вы поете в церкви, на грузинском, конечно, который вы любите и который часто поют в церквях. ПЕСНЯ О чем это? Бог есть любовь. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok